Восьмидесятилетие сегодня отмечает заслуженный работник физической культуры и спорта Калуги Юрий Игнатов. Большая часть его жизни связана с футболом. В Калугу Юрий Игнатов переехал из Петербурга. В 69-м году возглавил футбольный клуб «Калужская заря». Под его руководством команда завоевала немало наград. Главные трофеи Кубок СССР и России. Зарекомендовал себя заслуженный тренер России и в качестве арбитра. В гостях у юбиляра побывала наш корреспондент Любовь Верченкова. Вот она, Заря. Вот Кубок России, вот что выигрывал, если вы рассмотрите. Вот что здесь отгравировано. Этот трофей для него память об одном из самых ярких событий в тренерской карьере. Под его руководством в 76-м году футбольная команда «Заря» выигрывает Кубок РСФСР. В следующем сезоне побеждает в Кубке СССР среди клубов физической культуры. В свои 80 лет Юрий Игнатов эту страницу спортивной истории открывает в первую очередь. Ведь вот Кубок России и Кубок СССР сложно с чем заключается. Проиграл, все вылетел. А мы играли, чтобы до финала дойти. 18 тигр, начиная от города, области. 18 тигр. Какой это не проиграет. До финала финальная игра была 18-й. Он возглавил команду в 69-м. За 20 лет игнатовские футболисты завоевали немало наград. 9 раз становились чемпионами области. Столько же брали Кубок. В чем секрет успеха, Юрий Петрович отвечает, не задумываясь. Чтобы добиться результатов, игрок должен много работать, а тренер всю жизнь учиться. В первую очередь быть хорошим психологом. Тренер должен быть психологом. С кем поговорить. Вот с вами так поговорить, с этим так поговорить. С этому вообще ничего не сказать. Этому поставить вовремя. Даже если плохо сыграл, еще поставить, будет раскрываться. Ну, это психологическая работа. Успехов Юрий Игнатов добился не только на тренерском мостике. В 62-м он начинает судить городские футбольные соревнования. В 74-м становится судьей всесоюзной категории. Обслуживает матчи высшей лиги и олимпийские игры. А также выступает арбитром на международных встречах. Во время матчей бывало всякое, вспоминает Юрий Петрович. Например, в игре «Кайрат» Динамо Киев пришлось дать целых 15 желтых карточек. Случались в судейской карьере и комичные ситуации. Ну, я делал короткие замечания. Были такие даже. Вот кто-то сзади чешет по ногам. А я говорю, алло, 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 осторожней. А Веремеев такой в Киеве был. Он все сзади чешал. А он остановился и так повернулся к нам и говорит, слушаю, слушаю, слушаю. Как бы все остановились игроки и засмеялись. Спортсмен, тренер, арбитр, педагог. Из 80-ти лет более 30-ти он на поле. За время работы Игнат воспитал немало профессиональных футболистов. Спустя годы они с благодарностью вспоминают своего классного руководителя. Очень много он привозил с тех выездов на футбольные матчи высшей лиги. Он смотрел, как тренирует Бесков, Лобановский. То есть он видел эти тренировки команд, которые были на два порога выше нас. Привозил их к нам и мы с удовольствием выполняли эти задания. Сейчас Юрий Петрович на заслуженном отдыхе. Любит дачу и баню, увлекается рыбалкой. Шутит, изучил уже все ямы на родной оке, поэтому домой без улова не возвращается никогда. Однако футбол по-прежнему в его жизни на первом месте. Он помогает молодым футболистам, издает методички, пишет книги. И старается не пропускать ни одной игры футбольного клуба Калуга. Он уверен, его тренерский талант еще пригодится в воспитании юных спортсменов. Любовь Аверченкова, Андрей Сивов, Вести, Калуга.